времени пол четвертого на моей кастрюле лиза пришла пол третьего поела пошипела на сильвера и ушла и все и ночь у меня закончилась сейчас зажгу печку и буду монтировать видео печку вычистили вчера поэтому сегодня просто нажму на кнопочку вот так она у нас включается материала достаточно немножечко подцеплю потом и все какое-то время пройдет минут 10 и она начнет работать а здесь у меня норка для норного кота и у нас тут вот потихонечки вот любит спить спать вот так закрытый в норке вот так спокойной ночи вот печка и раскочегарилась сразу стало тепло уютно и светло нашу маленькую квартирку разогревает махом минут за 15-20 какая все таки прелесть эти каменчики особенно для длинных зимних ночей можно конечно было еще и покемарить времени совсем ничего но я вроде не хочу сейчас выпью кофе и заберусь в интернет почитаю новости и буду ждать утро а там уже другие дела кушать иди кушай кашку а где сыра где мама сыра и ты тут иди девочка иди давайте кушать и что-то каша у меня сегодня такая густая получилось ну ничего вот и и Продолжение следует... 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 Через перевал Скафера в деревню Мураногу пришел паломник Колумбану и принес освященный крест. В честь этого в деревне была построена церковь, которой дали его имя, и открыта она была для прихожан 23 апреля 1206 года. Церковь сначала была под началом других более крупных соседних церквей. Сначала в Люмарцо, потом в Баргалье, и только в 1580 году она получила статус свободного католического прихода. Она жилая, вот здесь на первом этаже, где за решочины окна, живет священник. Кстати, башня с колоколами была построена намного позже, в 1828 году. Но уже в 1927 году, через 100 лет, префектура города Генуи приняла решение снести все здание, потому что башня грозила обрушиться. Три года викариат боролся за право отреставрировать и обновить церковь, и в конце концов победил. 8 августа 1931 года архиепископ Генуи провел инаугурацию, и церковь снова стала действующим приходом и открыта для прихожан, для посетителей. Была укреплена стена, земля и выпрямлена башня. Если вы обратили внимание на часы церковной башни, на них 11.30, то есть еще целых полчаса до полуденного колокольного перезвона. Мне не нравятся фразы типа «скоротать время» или «не дай бог убить время». Время дано, чтобы жить. И за эти полчаса можно многое увидеть и даже кое-что узнать. Мы решили посвятить их прогулке по окрестностям. А что может быть в окрестностях церкви? Конечно же, кладбище. Вот мы и направились туда. Жаль, камера не передает всей прелести этого тихого, уютного, спокойного места, окруженного со всех сторон горами. Местечко, где нет ни распрей, ни войн, ни междоусобиц, ни ревности, ни злости, где все равны и все земляки. Проходили мимо красные виллы, на которой живет очень пожилая женщина с собакой. Говорят, что она не хочет уезжать с насиженного места из этой виллы по какой-то причине. Мне кажется, причина кроется вот здесь. Скорее всего, она хочет быть поближе к своим любимым, которые покоятся здесь. Старички ведь они сентиментальны любой национальности. Меня заинтересовала вот эта фигура, стоящая посреди кладбища. Приближаюсь и читаю Винченцо Мартини, Бенефаторе. Бенефаторе – это в переводе с итальянского «благодетель». Уже дома в Википедии посмотрела. Мартини – очень распространенная фамилия. Этот Винченцо был политиком и драматургом и жил с 1803 по 1862 год. Очень большой вклад внес в развитие генуэзских больниц для простого народа. За эти заслуги администрация больниц в 1952 году попросила церковь возвести его в ранг святых. Что и было сделано. Двенадцать часов В полдень бьют и малые, и большие колокола. Здесь никакой музыки не надо. На душе чисто и светло. Единственное, кому не нравится колокольный звон – это собаки. Тут уже ничего не попишешь. Природа. И сейчас старушкина собака подпевает. Но ничего не должно омрачать ваших мыслей. Я желаю вам чистого мирного неба, спокойствия, благоденствия, а самое главное – крепкого здоровья и долгих лет жизни. С вами были два паломника – Таня и Надюшка. Пока-пока. До следующего видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. И всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok